Дело в том, что когда человек чем-то интересуется, да, прокрастинирует, что-то откладывает, верит в то, что он к этому когда-либо вернется, здесь нужно смотреть не на логические ментальные выводы, как это обычно происходит, вот когда человек сталкивается с той или иной информацией, смотрит какое-то видео, важно там в ютубе или в соцсетях где-либо, да, нужно смотреть на ощущения в теле. Что это за состояние, когда, например, человек что-то просматривает в ленте? Какое это состояние? Подключение, трансовость, уплывание, улетевшись, да, эйфория какая-то определенная. То есть человек как бы забывается, идет частота забвения, и когда человек это все проделывает много-много раз, то эта частота уплотняется, и идет набор критической массы, и однажды, да, включится вот этот механизм эрджентности, и количество перейдет в качество, то есть некоторое определенное состояние, которое уже будет как некий приговор человеку. То есть ничто не длится вечно, да, идет все равно какая-то динамика, либо в сторону прогресса, либо в сторону регресса, но она куда-то идет, да. И опять-таки сказать, что прогресс – это хорошо, нельзя так сказать, потому что если прогрессирует ментал, или прогрессирует забвение, или прогрессирует обусловленность, да, образностью, то ничего хорошего в этом нет. Я приведу, наверное, такой пример, ну, женщинам особо будет понятно, но я думаю, будет понятно и мужчинам в том числе. То есть вот взять женщину, да, потенциально она может быть матерью, да. У нее есть определенные годы в данной реальности, когда эта тема актуальна для ее тела. А потом она продолжает оставаться женщиной, но тема, допустим, где-то рождения материнства закрывается. То есть плодородные годы, да, как бы они остаются позади. Так вот, если применить эту аналогию, то же самое происходит и с возможностью освобождения. С возможностью, ну, можно сказать, просветления, потому что просветление и есть освобождение. Когда человек еще может выйти за пределы этого сна, да, обусловленности спящестью, обусловленности информационным сном, обусловленности своим персонажем, у него еще такая опция есть, но она не вечная. И когда человек чем-то интересуется, когда человек все время откладывает на потом, он все меньше и меньше оставляет возможности и капасит себе для проявления вот этого прозревания, да, и освобождения. И все больше и больше он культивирует собой чистоту невозврата. На самом деле человек не освобождается от всех обязанностей, которые ему положены по праву нахождения в данной реальности, да, и исходя из того, как строится матричная реальность и все ее механизмы, все ее функции. Но в то же время человек должен через разотраждествление встретиться с настоящей своей природой, да, с исконной истиной, сакральной, да, своей природой, со своим бытием, со своим сознанием, с сутью сознания бытия. И при этом не умаляя всех тех качеств и всех тех обязанностей, которые присущи человеку благодаря нахождению в данной реальности. Поэтому говорить о том, что человек может выбрать охоту, а может выбрать просветление, ну, это априори, в принципе, в корне неверно ставить это как позицию какого-то выбора. По логике вещей, то есть человек должен проснуться, должен освободиться от сна, но оставаясь здесь, ведь откуда вот эта знаменитая фраза «будь в мире, но не от мира». Никто не говорит, что с миром надо бороться и от него надо сбегать. Но и пропитываться, и верить, и полагаться на этот мир тоже нельзя. Поэтому человек является этой гранью между забвением, да, и освобождением. Он является этой гранью, но он эту грань должен активировать собой. Сама грань не может ворваться в эту жизнь, в эту реальность и что-то сделать с человеком. Только он несет на себя ответственность за этот путь, за эту свободу, за эту встречу с абсолютностью себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok